Джамал Сейдакматова внесла неоценимый вклад в развитие кыргызского киноискусства, исполняя известные роли на высочайшем профессиональном уровне. В 1989 году у актрисы впервые в истории Кыргызстана открыла частный театр Тунгуч. Вместе с театром она также раскрыла еще много молодых актеров, которые теперь продолжают ее работу. Джамал Эджи, какой бы она ни была известной и популярной актрисой, всегда оставалась простым человеком и всегда прислушивалась к нашему мнению и советовалась с нами. Она никогда не загоняла нас в рамки и всегда говорила, играйте только те роли, которые близки вам по духу, и давала нам полную свободу в театре. Уникальный талант Джамал Сейдакматовой был высоко отмечен режиссерами других стран. Она снималась на киностудиях Мосфильм, Узбекфильм, Казакфильм, принимала участие в международных фестивалях в Колумбии, Великобритании, Германии, Иране, Египте, Китае, Турции, России, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, становясь обладательницей престижных театральных премий. Джамал Сейдакматова посвятила нашей культуре более 60 лет своей жизни. Бросать или хотя бы на время оставить актерскую деятельность она даже и не думала. Она до последних лет жизни снималась в кино и играла в спектаклях. А в кино и театре после 80 лет играть главных героев способен не каждый актер. Она на своем примере показала, как нужно служить искусству. На Международном театральном фестивале в Лондоне все мировые театральные деятели удивились, как человек в таком возрасте еще и играет на сцене. За это и была присвоена номинация за вклад в мировое театральное искусство. Джамал Сейдакматова является образцом высокого искусства. Я видела человека из США. Он сказал, что дали мне теперь хорошую жизнь. Ее творческий путь в кино начался со съемок в фильме «В далеких горах». Джамал Сейдакматова снялась в более чем 20 кинолентах. Во многих из них она исполняла главные роли. Последняя экранизация, в которой легендарная артистка приняла участие – это роль Курмаджан Датки в одноименном фильме. Актеры кино и театра вспоминают ее как профессионала своего дела. Она была кумиром для многих. За свою неустанную работу была удостоена многих высоких государственных наград. С первой же роли она влюбила в себя зрителей. Она была многогранной личностью. Все ее роли останутся в истории и в памяти народа. Она не просто играла этих персонажей, она сопереживала вместе с ними. Джамал Сейдакматова – обладатель множества высоких наград. Я думаю, что ее творческий путь будет образцом для подражания. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженной артисткой Киргизской ССР. В 1976 звание народной артистки. В 1986 она стала лауреатом государственной премии имени Туктогула Сатылганова. Также Джамал Сейдакматова награждена орденами Мона с третьей степени в 2003 году и второй степени в 2019. Про себя же она говорила, не было случая, чтобы я пожалела, что не сыграла какую-то роль. Елена Ткаченко, Ирлан Дженушалиев, Осентура, Быкеев, Аллато, 24.